на канал за гет поступил такой вопрос наркотиков алкоголе умер единственный сын как найти утешение смерть единственного сына от наркотиков алкоголя конечно это особая скорбь но все же вспоминается случай воскрешения господом иисусом христом сына наинской вдовы когда господь подошел кадру на котором мысли несли умершего и сказал безутешной вдове это была вдова она еще из мужа потеряла умер единственный сын у неё и он сказал он сказал не плачь не плачь казалось бы такие общие слова что есть не плачь неужели ее горе не достойно слез неужели вообще горе когда умирают сын не достойно слез речь это другом не плачь как плачут язычники которые не имеют утешения божественного не плачь как неверующие которые не веруют вечную жизнь не плачь как неверующие в милость божию любовь божия верь именно в божие расположение каждому человеку верь что господь каждого хочет спасти верь что на кресте господь принес себя в жертву грехи мира за то чтобы каждый человек мог обрести спасение мы с вами не знаем человек который умирает от наркотиков от алкоголя испыкается ли он переживал ли он свои грехи но жизнь души это всегда тайны это закрыто для нас и у каждой души с богом есть свои отношения иногда они очень близкие тесные иногда они прерывистые иногда они время от времени возникающие и все же нужно иметь упование на милость божия на то что человек который казалось бы умер без покаяния мы не знаем каялся он не каялся у нас нет этому свидетельства но все же нужно верить что он сожалел о том что он такой можно верить в то что он как-то по своему богу обратился можно верить то что он пытался бороться с грехом и ведь это тоже война это духовная война на этой войне победа дается дорогой ценой ценой страданий господа нашего иисуса христа ценой покаяния человеческого ценой крестоношения следами за христом царство небесному и поражение бывает от величайшей немощи человеческой от расположенности к греху относительства дьявола от того что человек все таки здесь при жизни не смог отрешиться от себя не смог бороться со своей страстью и умер казалось бы не в боге но не нам судить в боге человек или не в боге опять же повторяю что у каждой души свои отношения с богом и для нас это закрыто мы не знаем как все как все бывает на самом деле есть молитва за усопших и если бы не было бы возможности усопшим получить лучшее место если не было возможности усопшим получить спасение это зачем тогда молиться за них но церковь имеет такой опыт поэтому и такой матери которая потеряла своего сына который умер скажем от наркотиков или от алкоголя и надо укрепиться в вере что молитва церкви может много изменить что милосердие милость милостыня за умершего может преобразить его душу и любовь к богу матери которая молит за своего сына она преодолевает расстояние смерти и поэту любви господь исполнит ее молитву и душа сына на двери всегда в то что она получит избавление получит прощение получит исцеление но уже не здесь на земле может быть там по святым молитвам которые будут за этого человека здесь совершаться в лоне святой православной церкви внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео